С сегодняшнего дня Восток-Арена – это не только современный спортивный объект, но и место, где увековечена память спортивного деятеля, без которого сложно представить Каннский хоккей – Ивана Макаровича Рогозы. Многие ветераны спорта считают Ивана Макаровича прародителем хоккея на льду в нашем городе. С их слов, при прямом участии спортсмена в Каннске произошло строительство первой хоккейной коробки, создание первой хоккейной команды и, конечно, первые значимые победы в данном виде спорта. На открытии присутствовала внучка Ивана Макаровича, которая искренне поблагодарила всех причастных к открытию Борельефа. Очень искренне рады мы с сестрой, что наши ветераны, почетные, уважаемые, сплоченные такие, сейчас испытывают радость и ликование внутри души, потому что их идея о увековечивании памяти их тренера и передача хоккейного наследия этих уважаемых людей, она реализовалась благодаря их упорству и достижениям. На мероприятии присутствовал также и министр спорта Красноярского края Денис Петровский. Это отличный современный объект, который открылся совсем недавно, и, наверное, это очень важно, чтобы, ну, есть хорошая, может быть, избитая, но она хорошая и правильная фраза, что будущего невозможно без прошлого. Всегда его надо помнить, чтить, и очень правильно, когда у спортивных, новых спортивных объектов есть своя история. Двойне правильно, когда эта история связана именно с местной историей, с теми людьми, которые внесли свой вклад в отрасли, и не только в отрасли спорта, а в первую очередь те люди, которые живут спортом, важно всегда чтить и помнить тех людей, которые этот вклад внесли. Примечательно то, что внутри Ледового дворца также есть экспозиция, посвященная Рогозе Ивану Макаровичу, которая появилась благодаря неравнодушным ветеранам и их инициативе. Значимость Востока Рены и развитие хоккея в целом отметил и председатель Федерации хоккея региона. Мы практически с самого начала открытия этого прекрасного дворца включили в календарный план мероприятий по Федерации хоккея Красноярского края, все официальные мероприятия для того, чтобы они проводились в городе Иганске. Это чемпионат края, это Кубок края, это чемпионат Красноярского края среди детских команд, чемпионат Красноярского края среди любительских команд. Мы полноценно включаем этот объект в наши все графики. Более того, мы планируем проводить здесь мастер-классы с участием тренеров спортивной школы «Сокол», тренеров команды мастеров «Сокол», которые могли бы передавать свои знания. С рабочей поездкой наш город посетил и новый директор Центра спортивной подготовки Денис Луговик, который поделился впечатлениями о Канске и планами по развитию. Сегодняшнее мое мероприятие знакомительно совпало с замечательным таким праздником, открытием рельефа. На самом деле есть определенные моменты, направление развития Канского у нас достаточно серьезное. Учитывая тот факт, что уже у нас здесь развивается и керлинг, и хоккей, мы бы хотели сюда в перспективе, возможно, добавить еще развитие таких видов спорта, как шортрек и фигурное катание. В рамках мероприятия, кроме открытия самой мемориальной доски, почетными грамотами были награждены непосредственно меценаты, помогающие развитию хоккея и спорта в нашем городе в целом.